Есть профессиональные доктора, которым мы этим занимались. Наверное, вы помните, такие, опять же, Дмитриевы у нас. Это как раз вся тема. Можно же сказать, что мы тебе делаем там откорбинку, чтобы ты не болел. Понимаете? Можно сделать какой-то укол, как раньше было, кокарбоксилаза или еще что-то. Мы тебе просто делаем укол, Саш, вот ампула, вот это, вот все. Да, хорошо, сделали укол. Он мог и не знать этот процесс, понимаете? И почему он тоже недоумевает. Говорить о том, что он знал о том, что колет, это неправильно. Есть случаи, есть. Как попал он? Он не знает, как попал. Ну, не с губной помадой же, когда некоторые говорят, вот я поцеловалась с парнем, у меня оказался там ... Ну, а как вообще получилось, что правление, которое, по сути, в которое вы набирали людей, которые разделяют ваши взгляды на развитие биатлона и вообще должны быть вашими единомышленниками, сейчас выступают против вас? Ну, видимо, видимо, так есть. Они не то, что там совершенно там против меня, да, но там есть некоторые разногласия, которые мы никак не можем успокоить, да, внутри себя. Потому что моя позиция, да, не рушить все, а идти теми дорогами, которые мы, в принципе, идем спокойно, да, планомерно поднимая и поднимая уровень российского биатлона, да. Сейчас есть тенденция такая вот у нас там у части, сейчас уже как бы, да, у большей части, если так сказать, правления, то все переломать и все сделать по-новому. Или более того, даже я так сказал бы не по-новому, а вернуться к старому. Ну, а вам кажется, вы в правильном направлении двигались вот эти вот два года? Однозначно в правильном, потому что мы в первую очередь рассмотрели весь резерв, который у нас был, мы создали две команды, они равноценно работали, у нас и мужчины, и женщины там от 16 до 18, даже иногда до 20 спортсменов рассматривалось на тренировочном процессе, это самое важное, потому что в тренировочном процессе видно сразу, да, кто на что гораст, и кто как работает, и с какими потенциалами люди приходят в сборную команду страны, потом не обманешь, уже все видно, потому что результат на соревнованиях это результат подготовки к старту, подготовительный период, он все-таки более важен для тренера, чтобы потом оценить возможности каждого спортсмена, выступая на длительном этапах, ну, первые, там, декабрь, потом январь, февраль, марк, чтобы весь сезон работать, надо знать, как спортсмен готовился, и понять его функциональные возможности вообще в целом, начиная там с мая месяца, поэтому и была основная задача найти вот этих вот спортсменов, которые могут выступать, просмотреть всех, как вы знаете, мы первый год смотрели, там, второй год у нас немножко в этом году пошли, так сказать, на предложение тренеров, чтобы сократить вот эту возможность выступления на первых отборах, сократить там до 20 человек, не больше, хотя, например, я всегда выступал за то, что дать возможность всем участвовать, неважно, ну, выиграть, например, слепов, да, там, оба отбора, ну, почему его не брать, да, если он выигрывает, если он сильнее, нам же надо выступать не теми спортсменами, которых мы готовили в команду, а теми, кто сейчас сильнее, и тот зарабатывает очки. Ну, смотрите, это да, это понятно, а в чем, ну, основная причина разногласий сейчас у вас с частью правления, да, с большей частью правления, вот основной момент, из-за которого вы никак не можете найти точки соприкосновения и дальше вот так же выступать каким-то единым фронтом. Основной момент это штаб, штаб тренерского, ну, или там, тренерский штаб, состав тренерского штаба. Вы не хотите, чтобы были Королькевич и Кабуков? Ну, Королькевич, Кабуков, да, это, ну, совершенно неприемлемо для сборной команды страны, мы уже, Россия, я имею в виду, да, может быть, для Казахстана, там, для Белоруссии это на данный момент там подходящие были кандидатуры, и то, и то Кабуков, по факту, там, в декабре закончил все действия и его оттуда, как бы, да, больше контракт не подписали. Ну, вот с Королькевичем такая же ситуация сейчас в Белоруссии, да, ну, ребята, ну, мы же не можем вот так рисковать предолимпийский сезон, тем более, такой сезон будет сложный, потому что все на самоподготовке и рассчитывать на то, что сейчас придут тренеры, которые не знают вообще спортсменов, вообще никаким образом, да, они сейчас будут готовить, и что у нас получится, да. А какие аргументы были в их пользу, то есть был же вот совет, на котором обсуждали кандидатуры, Пальковский объяснял, почему они, почему, почему именно Кабуков, Валерий Пальковский, что самое, если говорить, уходить в итог, или там, наверное, в исток, да, откуда началась вся эта процедура, мы поручили Валерию Николаевичу Пальковскому провести, спокойно провести отчеты тренеров, раздать их по регионам и собрать информацию по предложениям тренерского совета. В итоге мы получили там чуть больше 20, там где 20, где 21, где 22 отчета или предложений регионов, не всех регионов, у нас, извините, там в совете достаточно много тренеров, около 50, да, и получили мы только там 21, 22, где-то 23, где в большей степени получилось как раз Валерий Николаевич выиграл там один голос, Кабуков выиграл два голоса, и Каранкевич выиграл два голоса. И вот это, это, конечно, да, ну, понимаете, кто проводил выборы, тот их и выиграл. Кто проводил эти все исследования, он и победил. Почему? Потому что многие вообще не получили информацию, кто-то просто даже не писал, кто-то не знал, что у нас это собирается. В этот коронавирус получилось так, что у многих в детских спортивных школах находится почта, у кого-то в каких-то кабинетах, где туда не было возможности зайти, и многие просто не получили информацию. Не получили информацию и не могли дать обратную информацию. Поэтому я и предлагал, давайте соберем более полноценно, потому что, ну, не может быть, что там из 21 человек, из 22, мы делаем анализ по работе и предложениям тренерского штаба. Ну, такое уже не может быть. Там буквально через 2-3 дня уже поехала информация, там собирали, тренеры сборной команды страны прислали, тот же Хованцев, Белозеров, все прислали свои предложения, потому что не были, они как члены тренерского совета, в том числе, да, они просто не посылали ничего, ну, как бы, находясь тем самым тренерами сборной. Я им говорю, а что же вы не присылали ничего? Мы думали, нам не надо. Я говорю, вы почитайте список тренерского совета, там и я вхожу, и каждый тренер входит. Поэтому мы тут же составили, там подписали, но даже и в этой ситуации даже не рассматривали эти наши анкеты. Все, вот у нас есть до 20-го, например, числа, или там до 5-го то, что приехало. Вот и все. Дальше это мнение. Ну, тоже неправильно. Я считаю, надо досконально проверить, посмотреть. Если реально там будет из 50 членов тренерского совета все скажут, что да, Валерий Николаевич Пальховский 100% должен быть там тренером, Кавлухов и Королькевич там выиграли там однозначно там 80% за них и какие тогда проблемы-то. Даже представитель тренерского совета прислал бумагу Евгения Речина о том, что было приведено некорректно, что мы не получили полную информацию. Просим приостановить эти действия и запустить эту всю процедуру по новой так, чтобы она охватила все регионы полноценно, все федерации, всех представителей тренерского совета. Вот это основное предложение. С этого началось. Нет, давайте рассматривать то, что получили, то и будем рассматривать. Вот и все. Смотрите, лично ваша позиция по поводу Кубакова понятно, он не соответствует уровню сборной России, как вы считаете. А Королькевич, его основная претензия к нему это по поводу двух допинг-случаев Ирины Старых и Екатерины Юрьевы. Или в чем? Совершенно вы правы. Вы же понимаете, еще Словенко Красичка или какая-то Гаспарин была, Словенко также попалась на допинге. Не помню какой год, там 16-17, где-то вот тут рядом тоже с ними работали. У нас просто появляется то, что от чего мы отошли и наша задача основная была, да, чтобы сборная команды России была чистейшей. Мы выбрали тренеров, тех, которые вообще даже не работали в те годы и не могли быть каким-то образом даже рядом проходить с этими случаями. А они же по факту это есть, если так разобраться. У нас там начиная с 6-го года Пылево, когда как раз вы знаете, Валерий Николаевич Пальковский был старшим тренером. Потом у нас Печенкинг и еще они там вдвоем. Вдвоем они в 12-м году. Потом пошли у нас дальше следующие. Вторых у нас пошла там в том числе и Юрьева, правильно вы говорите. И еще многие, они пошли, 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 плач. Мы сейчас говорим о том, что этих тренеров надо опять взять, ребят, но давайте мы не будем. Тем более мы на что меняем-то? То, что уровень этих тренеров-то, если бы это был там, я понимаю, там, норвежский или французский тренер Мазо, вот этот, как его правильно. Ну да, Зиквард Мазо. Да, ну тут ясно дело, да, ну понятно, давайте приглашать, готовый, да, все сложиться по рублю, сделаем ему зарплату, там, чтобы он получал 10 тысяч евро и там, и готовый, чтобы сборная команда там, к олимпийским играм стала лучшей в мире. Я на это однозначно подниму две руки и скажу, да, полностью согласен, давайте приглашать, там, все, что надо, давайте найдем деньги. Ну, ребята, ну когда, когда предлагают тренеров, которые, если так говорить, ну, это опять же мое мнение, да, оно же может быть у каждого разное, не те тренеры, которые достойно работают в сборной команде страны. Владимир Петрович, а важный момент уточнить по поводу Пальховского. Это ваша инициатива была его приглашение в сборную или нет? Совершенно нет. Я же еще и когда в декабре Алексей Викторович Нуждов предложил мне это, я говорю, а какой смысл-то, зачем, объясни. Ну, вот он там посмотрит у нас, как у нас коммуникация, как у нас это, по работе сборных команд, может, надо что-то там, организацию выездов, проездов и всего остального. Я говорю, ну, хорошо, пусть посмотрит, как бы, только не вмешиваясь в тренировочный процесс. Ну, да, хорошо, ладно, пусть так. Смотрите, такой вопрос, который всех всегда мучает, вот все вот эти допинг-истории, вот, ну, тот же Королькевич, если у него спросить, там, по поводу старых или Юрьева, он скажет, что я вообще ничего не знаю, меня это не касалось, непонятно, откуда у них взялось, ко мне претензий нет. И вот, ну, многие проблемы у нас растут из-за того, что у нас никаких расследований никогда по тем случаям, да и вообще ни по каким, не происходит. Вы что думаете по этому поводу? Стоит ли нам все-таки покопаться вот в тех историях и понять, кто на самом деле виноват? И все-таки уже вот эти вот старые кости разобрать, да, и чтобы было понятно, что, почему и зачем. Потому что сейчас любой тренер, который был причастен тогда ко всем вот этим историям, он скажет, что я не при делах. Ну, совершенно вы правильно говорите, потому что на тот момент не существовало у нас в законодательстве никаких действий против тренера и врача. На данный момент у нас есть возможность, у нас есть наказание для тренера и врача, у нас есть для тех, кто участвовал, ну, так сказать, в этом процессе, помимо спортсмена. Но на данный момент, я считаю, что пока нецелесообразно, да, конечно, если необходимо, мы это можем как бы дальше начать эти процедуры, но какой смысл, да, опять уходить? Чтобы быть чистыми перед самими собой, чтобы вот... Ну, вот это совершенно правильно, потому что у нас, например, тот же Алексей Ермашов, мы много дискутировали, он также является приглашенным и моим единомышленником, когда мы приходили в биатлон в 2018 году, на данный момент он говорит, ну, Владимир Петрович, ну, давайте мы возьмем, а если там вдруг что-то прояснится, то мы потом его снимем. Я говорю, ну, давайте мы вот так делать-то не надо, давайте мы сначала разберемся, а потом уже будем приглашать. Вот мое предложение, и почему и было, что давайте играть по-настоящему, так сказать, да, приглашать уж тех, кто реально нам поможет поднять российский биатлон. Вот я за такое предложение. Почему у нас и пошел такой вот на первом правлении, на втором, на третьем конфликт такие, да, что, ну, вот у нас есть решение, мы его будем принимать. Я говорю, ребята, ну, решение есть, и мы же не за то, чтобы большинством принять решение, а потом его как бы продавливать. Нам надо принять то решение, которое поможет российскому биатлону, а не просто принять решение, которое необходимо. Владимир Петрович, ну, вот если мы откровенно говорим с вами, смотрите, вот по поводу вот всех вот этих все-таки допинг-историй, вот есть такое мнение, что, ну, например, почему тот же Логинов не хочет извиняться и вообще в этой истории копаться, что если, ну, по-серьезному начать выяснять, что и как было, то могут оказаться задействовано очень много людей, которые занимают там какие-то высокие посты, и поэтому тот же Саня боится что-то говорить и вот на себя вот этот удар принимает. Есть в этом правда? Ну, видите, я в тот момент занимался совсем другими делами, да, и говорить, например, почему Саша Логинов там не хочет это выносить или там обсуждать, и может быть, он и прав, потому что вот сейчас даже тот же Кабуков говорил, что надо пойти и признаться. А потом, в чем признаваться-то, да, там, Александру, да, он сейчас, он понимает, что, да, какой-то процесс возможен, ну, я, опять же, да, это мое мнение, возможно, что-то и было, может, ничего и не было, да, но каким-то образом же это все оказалось, и он то же самое, он недоумевает, говорит, я не знаю, это тоже ведь ответ, на самом деле, я не знаю. Не, но вы же, вы же тоже, ну, профессионал, как можно не знать, когда тебе ИПО, это же, ну, не таблетка, это внутрительная инъекция. Есть профессиональные доктора, да, которым этим занимались, наверное, вы помните, такие, опять же, да, Дмитриевы у нас, два, да, это как раз вся тема, да, можно же сказать, что я, мы тебе делаем там откорбинку, чтобы ты не болел, понимаете, можно сделать какой-то укол, там, как раньше было, там, кокорбоксилаза, или еще что-то, мы тебе просто делаем укол, Саш, вот, вот ампула, вот это, вот все, да, хорошо, сделали укол, он мог и не знать этот процесс, понимаете, и почему он тоже недоумевает, и говорит о том, что он знал о том, что колет, это неправильно, есть случаи, есть, как попал он, он не знает, как попал, ну, не с губной помадой же, когда некоторые говорят, вот я поцеловалась с парнем, у меня оказался там тестостерон в 10 раз больше, чем этот, ну, не серьезно же так, но чтобы закончить тему, тему Логинова, закончить вот сегодня, нужно ему извиняться, или нужно так же, как сейчас, свести себя? Ой, ну, мое мнение, как бы мы уже столько сделали, для того, чтобы Александр спокойно выступал, и я проводил лично встречи с президентом не раз, и с федерациями тех, кто там, шведы, норвежцы, там, да, выступали против Александра, и разговаривали, вот посмотрите, особенно там, где, я не говорю, что там были случаи, те же немецкая команда, да, ну, почти никто не выступал, вообще говорят, ну, у них же такая же, пожалуйста, она так же была, да. Алло, алло. Так, один строчек, кто-то из нас завис. Владимир Петрович пропал куда-то, сейчас будем ждать, когда он вернется в нашу беседу, посмотрим, что он уже здесь. Сейчас. Да, вот здесь мы его позовем опять. Вроде появился. Да, 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 появился, все нормально. Вот поэтому по Александру, по Александру очень много сделано, мы его защищали, и всячески, как только можно, и я говорю, у меня встреча была и с президентом, и после этого итальянского случая, да, ну, опять же, ну, сколько уже, мы это все пережевывали и всячески переговаривали со всеми, да, и понятно, что это была там определенная акция, которая, которая, да, там прорабатывалась, видимо, да, ну, каким-то, каким-то макаром из комитета, вот по чистоте биатлона, попали туда информация, в полицию, они приехали, ну, сам процесс мы знаем давно, да, как это изначально, там, в первый день я разобрался, как это прошло, и как это получилось, но на данный момент мы не имеем никакой информации обратной со стороны итальянских властей. Нет, это понятно, сейчас, сейчас им не до этого совсем, итальянца. Возможно, что не до этого, но тем не менее спортсмен не мог участвовать на последних двух днях качественно, один день, как бы, совсем в тяжелом состоянии, практически, масс-старт он не смог участвовать. это же, это же не просто акция была, да, там, после чемпионата мира, или еще что-то, это в процессе чемпионата мира, инициировано одним из комитетов IBU, но это же не просто, понимаете, какая-то случайная там, заехала машина, ДТП, и там он попал в какой-то, это, это спланированная акция, и она не для того, чтобы усилить российский биатлон, а понятно, что, как бы, да, навести дисбаланс, что они делали, и как раз с этого момента, и мне тоже, да, многие упоминают, что я в этом виноват, каким образом Драчев может быть виноват в том, что полиция в 6 утра приехала к Александру Логинову и Каспировичу. Вот это вообще просто... Владимир Петрович, а вот ну по поводу виноват, вот сейчас в последние недели полторы, когда вся вот эта история началась, что вы против Корольевича Кубукова, правление за, многие исправления высказываются, и большинство говорит, ну прям так откровенно, всякие негативы в вашу сторону, да, что к вам уже не будет доверия и все такое. Вот вы в ком-то разочаровались за последние, ну скажем, месяц, из тех, кому доверяли? Я становюсь очень спокойно относиться к происходящему. Почему? Потому что первое, у каждого человека есть свое мнение. Мое мнение, оно остается моим, да, там у Алексея Нуждова, у него свое мнение, у Сергея Чепикова свое, да, у Черезова свое, и все, все все равно останутся при своем мнении, а какое оно, как бы, верное, это все рассудит потом время. Не, ну согласитесь, у федерации, у союза должно быть какое-то одно направление, а не так, что внутри все в разные стороны дергаются, и каждый говорит, что нужно... Это совершенно вы правильно говорите, потому что такие действия, такие решения, надо принимать не на удалении, а надо обрабатывать их, и представлять это все вместе. Если мы хотим поменять, да, там весь тренерский штаб, мы хотим поменять это все, там конструктив полный, да, перейти на совершенно другую, как говорится, платформу, как сейчас по-модному говорят, подготовки сборной команды, об этом надо было говорить не на удаление, вот когда мы так сидим с вами, даже по телефону, а сесть спокойно, там, в январе, когда эта процедура у них была запущена, я так понимаю, да, это уже не просто так, у них в марте месяце или в апреле вдруг появилась идея. Поэтому все должно было быть последовательно и говорить о том, что как бы я категорично против, да, я на данный момент категорично против, потому что об этом я узнаю в процессе вот подготовки вот этих, этих документов, особенно там решений по тренерскому штабу, по тренерским предложениям. Но они же, помимо прочего, вы еще точно слышали, собираются созвать неочередную конференцию, на которой хотят вопрос о ваших полномочиях поставить на голосование, да, и там чуть ли не нового президента уже выбирать. Слушайте, ну, это процесс творческий, я вообще пока, пока на данный момент, вы знаете, я, есть много других вопросов на самом деле, но если примет решение сообщества биатлона, оно на самом деле большое, что я не справился, да, там, или что-то у меня не получается, я всегда говорю, друзья мои, если, я когда пришел сюда, у нас огромная, большая биатлонная семья, и, как бы, да, когда человек работает, трудится, пашет, постоянно старается что-то сделать, у нас очень много внутренних работ, да, у нас очень много региональных, у нас очень много, вообще много всего, вот, чтобы развить биатлон, а вот сборная команда, это 10% от нашей работы, которую мы должны выполнять, максимум 15, потому что это вершинка Айтберга, а основная это работа президента, по которой я выполнял ее, и я ездил по всей нашей матушке стране огромной, начиная там от Читы, да, самое дальнее, куда я пока долетел, и возвращаясь в нашу всю большую, большую, большую Россию, объехал там более 35 регионов, я езжу постоянно, ну, сейчас уже не езжу, потому что коронавирус, а так уже запланировано было и апрель, и май посетить более 10 регионов, вот сейчас только, у меня по билетам все расписано, у моего помощника полностью график моих поездок был расписан, каждый день у меня, каждые субботы, воскресенья выезд в какой-то регион, помимо пленарных заседаний, я лечу обязательно сразу после пленарного в регион, смотрю, встречаюсь, общаюсь, для того, чтобы понять общую ситуацию в стране, вот это как бы, да, наша основная была задача, развитие региональных федераций, развитие билетов в стране, а дальше мы бы уже эту пирамиду подняли до победных, но не за один год, и не за два года, невозможно за полтора сезона что-то сделать, вы же знаете, мы приступили по факту там в июле месяце ко всей работе, для того, чтобы, до 18-го года, для того, чтобы... Владимир Петрович, но люди всегда хотят результаты сразу видеть, это же как тренер приходит в футбольную команду, ему редко, когда дают, условно, два года, люди хотят побед, медалей. Я полностью понимаю, что у нас там 146 миллионов нашей страны умеют играть в футбол и знают, как это делать, только 22 игрока не понимают этого и вообще не понимают футбола. Такая же ситуация и у нас. Все хотят, чтобы мы сразу в один миг обыграли норвежцев, французов, там все, но вы же понимаете, что это просто невозможно. Для того, чтобы создать эту огромную, большую работу, надо сделать работу внизу, надо заложить фундамент, надо сделать работу тренеров, надо сделать работу в детских спортивных школах, надо создать возможность и условия спортсменам возвращаться в свои тренерские, вот эти ребята, которые только что отбегали, чтобы они пришли в детские спортивные школы, чтобы они создали свои клубы маленькие, все, и тогда пойдет, 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 и мы получим фирамиду через там 4, 6, 8 лет. У нас будут вот эти звезды, которых море, которых при советской системе было огромное количество, потому что в каждом поселке, в каждом селе у нас были детские спортивные школы, у нас были отделения биатлона, были стрельбище, было все. Сейчас на данный момент нам это все надо восстанавливать. У нас есть сильных там, к примеру, там 5, ну 7, очень сильных регионов, там Тюмень, Ханты, Моисийск, возьмем Красноярск, Санкт-Петербург, там, ну еще могу там перечислить Уфа, там еще где-то, да, они сильно работают, у них хорошие федерации, там где-то еще, но очень много федераций, которые только стремятся, только готовы пойти вот на, подниматься на этот уровень, им надо дать тоже возможность. Владимир Петрович, тут вопрос, а сколько лет надо, реально, чтобы вот все вот это вот поставить на рельсы? Вот ту программу, которую мы наметили с Анатолием Николаевичем Хованцевым, именно по подготовке резерва, первое, да, подготовка резерва, это самое главное, юноши, огромный пласт работы, юниоры, огромный пласт работы, вы видите, в этом году уже пошел результат, и юноши у нас выстрелили три золотых, три серебряных на Олимпийских играх, и пять медалей. Ну и юноши у нас всегда почти без грудь. Понимаете, нет, это не было такого никогда, вот юноши у нас никогда, у нас было две Олимпийские, это у нас третья получается, у нас всего была одна серебряная медаль, а сейчас есть шесть. Владимир Петрович, но юношеский спорт, согласитесь, взрослый, это совсем разные вещи. Так я про что вам и говорю, что нам надо начинать снизу, для того, чтобы спортсмен дошел до верха, мы должны внизу ему создать базу условий, не выжимать с него результат, а чтобы он плавно, плавно, постепенно поднимался, как и делают норвежцы, шведы, в том числе и немцы, у них же все очень скромно и спокойно, они детский спорт вообще спокойно поднимают, 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 и потом люди, которые уже готовы выступать в сборной команде, они выступают на хорошем, высоком уровне. Вот здесь уже работают профессионалы, вот в этой маленькой вершинке, ну пусть там 15% от той работы, которую мы должны сделать, вот это пирамида, вот я ее ставлю, видите, вот это вот спорт высших достижений, а все остальное это наши регионы, мы должны обеспечить всем, экипировкой, оружием, патронами, тренерами, методиками, и вот тогда дети пойдут. Несколько лет, я согласен, что нам надо работать и над сборной, и над фундаментом, но вот этот фундамент мы только-только начали ставить, мы только начали ставить одну методику работы, примерно. Ну а что конкретно сделано за вот два года, вот если коротко? Ну, если говорить, свою работу у меня коротко не скажешь, я столько регионов объездил и столько посетил мест, что это минут на 30, только... Я был, и что я добился, вплоть до строительства новых комплексов, Иргаке, сейчас выделены деньги, 4 миллиарда Минобороны, в Чите под Олимпийские игры новый комплекс будет строиться, сейчас 268 миллионов, 600 миллионов в Татарстане, в Казани, президент Татарстана выделил 600 миллионов для строительства биатлонного комплекса, понимаете, совершенно нового, вообще никогда там не было его, только лыжные гонки были, начинаем развивать биатлон, и так у нас по всем, и во Владимирской, и там, и везде, у нас пошло какое-то движение, посмотрите Рыбинск, посмотрите Кирово-Чепецк, мы возвращаем и начинаем новые совершенно шаги, новые регионы, совершенно новые регионы, которые готовы, их много спортсменов, мягкие зимы, удобные, комфортные, да, до всех пока рука не дошла, я говорю, вот на этой, как бы, этой весной у меня было запланировано там и Кемерово, и Томск, и Омск повторить, и езжу специально, повторяю свои поездки, съездил, потом через какое-то, через полгода повторяю, что же все-таки сдвинулось, потому что основная работа это Минспорт региона, Федерация региона и Губернатор региона, вот когда они все единомышленники, и они видят, что необходимо сделать, вот тогда движение в этих регионах идет. Владимир Петрович, вопрос, вы за свой пост бороться будете? Что значит бороться будет? Я работаю на посту, и пока... Ну да, ну просто вы же видите, какие новости из правления поступают? Вот насколько вы новости со стороны правления, ну что вот, собираются? Слушайте, ну давайте спокойно как бы работать, ну собираются, собираются хорошо, я как бы к любым действиям, как бы, да, если скажут регионы, что ты не нужен, плохо работал, значит плохо работал, только еще раз повторюсь, когда человек работает, надо не клевать его, да, что вот он плохо делал, то плохо делал, то, а помогать это делать. Вот это самое важное. Я очень, очень хорошо отношусь там к Антону Николаевичу, Алябьеву, ко всем тем, кто участвовал в написании письма, но многие из этих там 24 как бы его может быть и не видели, и не знали, да, и не подписывали. Но, коллеги, я всегда говорю о том, что для того, чтобы поднять биатлон, надо работать вместе. А если просто смотреть со стороны и наблюдать, получится у него или не получится, если получится, молодец, если не получится, за клюем. Хорошо. Следующий придет, также посмотрим, такая же система. Вы уже упоминали сегодня такой термин, как биатлонная семья. Она есть в России вообще? Однозначно, биатлонная семья есть и она существует. Почему? Потому что мы все, начиная от Александра Васильевича Привалова, да, и заканчивая сейчас самыми последними чемпионами, например, там тот же Александр Логинов, это все входят в биатлонную семью. Но, понятно, что мнение, и, как я и говорил, у каждого разное. И говорить о том, что, например, только мое мнение должно быть верно, да, а, например, мнение, к примеру, Чепикова или мнение Антона Шипулина, оно может быть как-то расходиться с моим. Конечно, оно будет расходиться. В любом случае, мы, каждый индивидуальный, особенно те спортсмены, которые добились высочайшего мастерства, они все индивидуальны на этом. Но, и показать результат в нашем виде спорта, то нам надо не разъединяться и не пытаться сделать развал, а надо объединиться и сделать максимальные шаги для того, чтобы усилить действия, которые происходят сейчас в биатлоне. в нынешней ситуации это вообще против всяких правил жизни. Мы в самую тяжелую ситуацию сейчас пытаемся сделать еще хуже. Сейчас самая тяжелая ситуация, которая есть для развития спорта вообще в мире, и мы пытаемся опять же сделать у себя еще хуже. Не объединить усилия для того, чтобы этот вид спорта дальше продолжать, да помогать друг другу. А мы пытаемся развалить до конца и пытаемся сделать так, чтобы обвинить кого-то. Ну, товарищи, давайте развивать, а не обвинять. И если какие-то были ошибки, можно собраться, можно встретиться, можно переговорить. Вот это неверно делан шаг. Ванелий Петрович, а вот вы уже сказали, что именно вы сделали и над какими вещами работали. Я по поводу хорошего. А вот ошибки. Какие ошибки вы допустили за эти два года? Слушайте, ну, ошибок, ошибок, наверное, есть. Я не сомневаюсь, что как бы кто не работает, тот ошибок не совершает. Точнее, кто работает, да, то всегда есть ошибки. Есть хорошие действия, есть не очень, есть там, да, мне сейчас трудно сказать, я не готов вам сказать, что я сделал плохо. Но хорошее вы быстро вспомнили, сказали, что тут на полчаса всего. У меня очень много позитивного, которое мы сделали, знаете, вот даже, даже маленькие шаги, которые мы делали там с Министерством обороны, с Росатомом, это же все идет на поддержку российского биатлона. Много сделано, да. Ну, считаю, что вот какие-то моменты, да, мы там упустили, у нас сильно, очень сильно страдает сервис. Вот этот момент мы упустили, да, у нас в этом году особенно мы увидели, когда водные Кубки мира, водные, вы понимаете, да, это плюс, плюс там 3, плюс 5, дождь и все, здесь мы потеряли. В принципе, я разобрался, я начиная с декабря месяца начал разбираться, в чем же все-таки причина, вот этих неудач, и основная, как бы, да, я нашел, знаю, в чем причина, мы как бы готовы это устранять, это все очень легко устраняется, для этого уже найдены специалисты, уже найдены люди, которые будут работать, те, кто понимают в этом деле, это самое главное, да, шанс лифты, машины, лыжи, подбор лыж, здесь очень огромная работа, как бы мы с вами не тренировались, какая бы у нас с вами не была методика, самая наилучшая, самая высшая, как только мы попадаем на водные Кубки мира, мы проигрываем по несколько минут, вот, ну тут все понятно, даже в условиях того, что там у нас Александр Логинов, ну по 30 секунд на кругу проигрывал, ну это же невозможно, понимаете, да, что как бы он не прыгал, как бы он не бежал, проигрыш идет, тот же Мадвей Елисеев, когда он иногда заезжает призы, и тут же, буквально там неделю он проигрывает там 5 минут, ну такого же не бывает, ясно, что здесь надо искать где-то внутри, плюс оружие, мы очень сильно упустили процесс, вот, Владимир Петрович, ну это все-таки такие общие проблемы, это ну не конкретно ваши, а всего российского биатлона, смотрите, а просто, ну вот есть мнение, что, например, вам тяжеловато в том плане, что приходится совмещать президентство и работу в Госдуме, ну то есть это две сами по себе такие очень серьезные темы, которых требует огромного количества времени и внимания, если заниматься этим прям вот по-серьезному, по-хорошему и по-настоящему, как вы справляетесь? И справляетесь вот вы с двумя сразу? Для того, чтобы вот эта как раз работа и была сделана, да, у нас существует аппарат СБР, у нас существует исполнительный директор, у нас существуют те начальники команд, которые работают непосредственно в аппарате, если что-то вдруг не получится, плюс правление, плюс те люди, которые у нас постоянно находятся в Москве, исправление, да, не так много, но это Сергей Чепиков, это Алексей Нуждов, это еще несколько человек, которые постоянно в Москве, мы постоянно на контроле, если надо, мы всегда собираем. Работа исполнительных органов и аппарата, она была доверена исполнительному директору, там никаких проблем, как будто, с 2018 года, когда мы начали, там подбор, 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 потом пошли у нас какие-то вот, ну там, разногласия, еще что-то, непонимание общее, общее непонимание, но весь процесс, да, вы же должны понимать, что основное, это идет моя работа, как я, да, это работа вот губернаторами, развитие биатлона, развитие биатлона, ведь я не должен погружаться, а я погружался потом, мне приходилось погружаться, почему с парафинами не получается, почему парафины у нас, которые мы покупаем в Москве, они не работают, например, в Европе, а те парафины, которые мы покупаем в Европе, они совершенно отличаются от тех, которые мы покупаем в Москве, это все, вот понимаете, это все до такой степени переплетено, там мелочей-то нет, так же и с патронами, мы же патроны приобрести не можем, нам же, чтобы вы понимали, мы под станциями, патроны, винтовки мы приобрести не можем, Мы их тоже приобретаем по определенным моментам. У нас в этом огромная проблема. Это по нюансам как нюансам. Поэтому я лично погружен в это просто настолько, на 100%. Знаю каждый шаг, каждый момент. И слава богу, что многие исправления, ну не многие, но по крайней мере знаю точно, кто там работал. Алексей Викторович, он постоянно на контакте, постоянно на рабочих моментах. Даже когда он загружен своей работой, он всегда участвовал в биатлоне. В этом плане, конечно, очень огромная поддержка была. Смотрите, получается, что нет ручного управления, иногда из-за этого всплывают какие-то проблемы. Но условно вот есть Елена Вяльби, она держит все. Перебью, можно перебью как раз. Мне как раз и вменяют в то, что я как раз ручное управление начинаю применять. Что надо делать не ручным управлением, как я стараюсь сейчас. И вот эту зиму я начал как раз работать с ноября месяца в ручном управлении управлять биатлоном. А мне говорят, что нельзя так делать, ты должен отойти в сторону и должны заниматься другие люди. Вот это как раз то, что занимается Елена Вяльби. Это правильно, что каждый момент, каждый нюанс. Но она все держит под контролем. Каждого тренера. И я погрузился в это на 100%. Я знаю, что и чего и как необходимо каждому тренеру, каждому спортсмену. Какая необходима даже пачка патронов, какой отстрел у каждого винтовки. Понимаете, когда подготовка к чемпионату мира ушла, необходимо было просто менять ствол той же Ларисы Куклиной. Когда начали отстреливать, и у нее больше 20-23 отстрелов. Но это же вообще катастрофа. Приезжать на чемпионат мира с таким стволом. Пришлось как бы... Владимир Петрович, тут уже неоднократно мелькали вопросы по поводу финансов. Расскажете людям? Вот я думаю, это по части заявлений Сергея Голикова. По финансам что необходимо заявить? Ну, смотрите, он говорит, что неэффективно использовались, и у вашей жены был водитель, который стоял на ставке в СБР. Да у меня вообще у жены нет водителя. Что ерунду-то говорить? Ну, это Сергей Голиков сказал. У меня жена в октябре месяце 2018 года родила, к вашему сведению. И она до этого три месяца не ездила, и вообще никуда не выезжала. И потом после этого шесть месяцев вообще никуда. Девять месяцев она не ездила. Какой водитель? Кому он нужен водитель, если человек просто вообще не ездит? А все выезды полностью контролировал я, и я ее возил на все. И в роддоме, и везде, на все мероприятия никогда не было у моей жены водителя. Почему так сказал Голиков? Это как анекдот. Знаете, я рассказывал уже много раз, что вот там проходят собрания, там кого-то говорят, а вот у него там дочь занимается не тем ремеслом. Ну, его там надо там его повинить, он плохой. И все такое. Приходят к нему, подходят и говорят, ну как же так? Мы же вот на тебя надеялись, ты такой правильный, а у тебя оказывается вот дочь с таким ремеслом. Он говорит, слушай, это я вообще-то как бы не знаю, но у меня два сына. У меня и дочери-то нет. А к тому говорят, слушай, а что ж ты такое наговорил-то? А мое дело сказать, а ваше дело как бы разбираться. Ну, я к этому отношусь спокойно, ладно, бог с ним. Я вообще ни копейки никогда с СБРа не брал, только вношу туда, вношу по своим возможностям, опять же. Я понимаю, что моя зарплата позволяет туда какие-то деньги вносить. Я постоянно там то здесь, то там, то за автобусы заплачу. Все-таки 800 евро там заплатить надо, здесь заплатить полторы тысячи на патроны, 1300 евро. Не на патроны, на анчус, на запчасти. Все же это вот так, достал из кармана, отдал, достал из кармана, отдал. Все получается в процессе живом, потому что когда подготавливать отчеты, то автобусы, они должны ездить. Они не могут получаться, они не ездят без масла, без бензина, понимаете? Они не могут без запчастей. Владимир Петрович, а почему, вот ваш вариант, почему спонсоры не идут сейчас в СБР? Вы же когда приходили избираться, там за вами стояли какие-то, скажем так, конторы, которые были готовы прийти. Куда они делись? А я вам объясню, потому что когда приходили и разговор изначально шел, что мы на конгрессе, который должен был быть в сентябре. Помните, мы ездили с Сергеем Чепиковым, Александром Васильевичем Приваловым на конгресс. В Хорватии, по-моему, в Хорватии, да, Порочий или как-то был. Мы должны восстанавливаться. Когда мы восстанавливаемся в правах как главный, ну, как полноправный член Союза международным, то у нас и появляются возможности привлечения средств и всего остального для того, чтобы мы в нашей стране могли проводить Кубки Мира, Чемпионаты Мира и все остальное. А что мы получили взамен? Мы получили с вами миллион евро долга. Мы сейчас на данный момент получили за два года минус миллион евро от Айбил. Этот миллион евро мы должны были бы и тратить на Союз Биатлоницов России. Этого миллиона нет. К сожалению, это не Владимира Драчева заслуга, да, а это наши старые долги, которые они сейчас накапливаются, накапливаются. Это все судебные решения, это все допинговые скандалы, это все вот эти конгрессы, все совещания президиума. Вот это все нам сейчас представляют к оплате. Даже гостиницы, даже проезды, переезды и вообще все. Суммарно это получился миллион евро. Вот вы представьте, что мы сейчас бы имели в запасе спокойно миллион евро, куда бы мы его и тратили. Мы спокойно бы купили все, что нам надо с вами. Все. Обещаны были бы полностью. Команда была бы и транспорт у нас был бы, и штанш-машины, и патроны, и экипировка самая лучшая, любая, которая там дополнительная, и премиальные у нас были бы. Все было бы выплачено. Но на данный момент у нас вот дыра. Кто в этом виноват? Я виноват в этом? Ну, если в этом виноват Драчев, тогда, конечно, да. Только это, извините, получилось до 2018 года. И все, что нам сейчас приписывают, вот это как раз старые наши заслуги. А есть ли у вас какое-то такое чувство неловкости перед Хованцевым? Потому что ему вы обещали 4 года дать, чтобы он построил систему, подготовил команду к Олимпиаде. И сейчас, скорее всего, его уже не будет. Я бы здесь так сказал, что я приходил с Хованцевым и ставил основную идею именно подготовки всех спортсменов, подготовки всех резервов именно на методике Анатолия Николаевича Хованцева. Потому что она комфортная, она спокойная, она без перенагрузки. Вы должны понимать, что у нас есть возможность сильно загрузить спортсмена. Ну, это не самое, не самое такое, в принципе, сложное. Взять как можно больше беги, быстрее кидай, там потяжелее веса и все. Спортсмен подзагрузится и дальше потом будет результат, не будет, там посмотрим, выкинем, нового возьмем. Вот чем отличалась именно система, и она и есть, эта методика, именно комфортная, спокойная подготовка всего резерва и выход на нормальную, качественную работу главному старту сезона. Вот я вам скажу, что главному старту сезона, что в прошлом году, что в этом году, команда была готова. Да, у нас там не получилось... А кто у нас, кроме Логинова, выступил хорошо на чемпионате мира? А, Вишнев, у нас команда девочек была на функциональном, очень хорошем уровне. Если бы девочки не провалили стрельбу, а вот это вопрос, почему они это сделали, да, мы вот здесь как раз сейчас разбирались. У меня очень много информации по подготовке, по качеству стрельбы, где, что получилось. Просто эту информацию необходимо донести до тренерского штаба. Они не могут ее дать нам, а мы не можем ее проанализировать. Я вот с тренерами со всеми проговорил это все уже. Находясь на чемпионате мира, находясь там на сборах, на отборах, мы все это знаем, мы все это видели. Я это вживую с каждым контактировал, с каждым тренером общался и понимаю, откуда и что у нас происходит. Вот это самое главное. Поэтому я считаю, что и у Хованцева, и у тренеров сборной, да, какое бы у меня отношение там, да, к Норицыну, я считаю, что у него много было ошибок. Но тем не менее, вот если разобраться, я посмотрел, проанализировал, да, там эмоции эмоциями, я проанализировал именно всю работу, которая была связана там с Норицыным, связана с подготовкой команды и результатами. Понимаете, идет постоянный маленький прогресс. Я не говорю, что мы должны сейчас идти там семимильными шагами, там порвать штаны и, в общем-то, обогнать сразу всех. Такого не бывает в спорте. Такое в спорте может быть только в одном случае, но мы от этого уходим, как вы знаете. Мы стараемся сделать это, вот чтобы это было только спортивный результат. Поэтому мы сейчас плавно поднимаем максимально возможные функциональные возможности, точнее, возможности девочек. Также и ребят. Посмотрите, у нас рост Елисеева в этом году. Есть? Однозначно есть. Да, у него есть какие-то спады там, мы психологически больше. Больше психологии. Посмотрите, поршнир. Вырос немножко, вырос немножко. Но совсем немножко. Но, извините, невозможно так, чтобы, например, у Юханы Сабио или как у Фуркада был такой рост. Ну, нет таких в каждой стране. Есть один фуркад, есть один, тот же Мае, те же наши соперники французские. Они же ведь тоже поднимались не за полгода, и не за год, и не за два. Они медленно-медленно росли. Сейчас они выросли в суперпрофессиональную команду. Но, а у меня сразу вопрос. Как только водные этапы заканчиваются, они ничего не выигрывают. Они и выигрывали все за счет теплых, жарких, как сказать, водных этапов. Как только мы выходим на нормальную, хорошую погоду, наши спортсмены бегут с ними наравне. И это показатель того, что мы не можем пока с ними сравняться в сервисе. Согласен в этом. Это большая проблема наша. Владимир Петрович, смотрите еще раз. Четыре года – это же достаточный срок, чтобы подготовить к чему-то. Если Хованцев доработает до Пекина, у нас были бы там медали? Кроме Логинова. Мое мнение, что та методика, которая выбрана была, она правильная. Она как раз для того, чтобы подготовить. Мы и рассчитывали, чтобы вы это уже понимали все, рассчитывали подготовку именно к Пекину. Чтобы плавно, постепенно поднимать уровень команды. Чтобы не делать вот такой какой-то прыжок вверх, а потом на нем стараться удержаться. Мы плавно идем вверх. И шли вверх. А вот эта вот скорость движения вверх, она вас устраивала? Ну, понимаете... Она не слишком быстрая была все-таки. Все-таки в нашем виде спорта, вот я разобрался просто в чем проблема, да. Я разобрался. В технической части мы потеряли много. Мы только в этом году разобрались именно в технической части. Не в функциональной именно подготовке, а в техническом совершенстве наших сервиса, обслуги, парафинов, винтовки, патронов. Вот это все вместе, если мы приведем в наивысшее качество, такое же, как у норвежцев и французов, и у немцев. Мы выровняемся с ними на одном уровне будем. Серьезно? То есть проблема чисто в технике у нас? Если у нас будет хороший сервис? Именно в специальной технике, да. У нас нету... Ну вот я вам скажу, это парафины, это лыжи, это стволы, это патроны. Вот это надо однозначно, да. И все, и Матвей Елисеев будет конкурировать с Йоханесом Бео. Ну, Матвей Елисеев уже конкурировал с Йоханесом Бео, мы увидели, он и попадал в призы, и четвертым, и пятым. Вот все говорят, у нас нет там медалей с Нового года. А сколько у нас четвертых, пятых, шестых мест, посмотрите. Ну, пока не могут обыграть они, ну, не могут французов и норвежцев. Ведь две команды ушли с отрывов. Посмотрите, у немцев-то тоже нет. Если говорить вот про немцев, у них только один доль, который иногда заходил там в призы, и все. Побеждал, да, он один раз выиграл. У нас такой же Александр Логинов, у нас Матвей Елисеев, у нас где-то кто-то согласен, что нам надо, нам надо искать еще резервы. У нас есть Серохвостов, Вьюхины, у нас есть молодые пацаны, Халили. Вот надо на кого сейчас рассчитывать. И вот это основная методика Хованцева, спокойно поднимать нашу молодежь, вытаскивать эту молодежь. Владимир Петрович, у нас совсем мало времени осталось, прервется трансляция скоро. Смотрите, но коротко, если сейчас Хованцев уходит, получается у нас вся вот эта система, которую он выстраивал, рушится, и мы откатываемся назад? Ну, вот мое мнение, это так и есть, что мы не сможем, во-первых, многие спортсменки и спортсмены сейчас в недоумении, как готовиться дальше, потому что, зная, кто приходит, да, они сейчас задают вопросы, и мне задают вопросы, а как нам готовиться? Вот, было объявлено, кто не с нами, тот против нас. Если вы не хотите готовиться с Королькевичем, то вы за свои деньги готовитесь на самоподготовку, и потом дальше неизвестно, как вы будете попадать. Я пока тоже вот в недоумении, и на данный момент, наверное, вопросов у меня больше, чем ответов вот на данный момент в нынешней ситуации, и с учетом вот, наверное, нашего разногласия и споров в правлении. А как? Ну, я всегда говорю, что в спорах рождается истина, она может быть где-то все равно посередине, да, между моими высказываниями и там высказываниями наших, как бы, коллег и единомышленников в правлении. Я считаю, что все равно где-то в серединке мы должны, почему я ей предлагал, давайте создадим два клубка, давайте дадим возможность и Холанцеву, и Польховскому проявить себя. Ну, и будет у Холанцева продолжение своей работы, слава богу, а у Польховского совершенно новое, может быть, что-то прогрессивное, и он победит. И я скажу, ребята, я снимаю шляпу, вы были правы, и спокойно, как бы, да, и побеждаем, и выигрываем золотые дали. Но если не получается, но мы не убили второе направление, мы дали возможность Холанцеву доработать все четыре года, и он тогда уже поведет команду. И, может быть, у него будет результат, тогда в двух направлениях мы пойдем, а не в одном. Может быть, и Холанцева, да, там у него не получится, но тогда Польховский подтянет. И вот эта серединка, я ей предлагал направление, давайте сделаем два направления, одно и второе, и увидим в живой конкуренции, кто же все-таки прав. Вот тогда это будет результат, он настоящий будет результат в конкуренции, а только в конкуренции будет результат. И посмотрим, вот это, на мой взгляд, прогрессив был бы, но не приняло права полностью 100%. Всех убираем, разбиваем и делаем новую платформу.